Легкость руху и природная, грациозность никого не покинуться быяковыми. Аристократ Амазонка Прага. Жадающих полюбоваться на тяжко вагасных прыгоженов собралась шмат. От малого до великого. Ничего дивного, говорят организаторы. Конный спорт в Бресте вельми популярный. За 11 лет существования Центра Олимпийского резерва мы ни разу не давали объявления о наборе в нашей секции. Потому что дети приходят, приходят сюда, видят, что это такое. И на соревнованиях, которые здесь проводятся, всегда бывает достаточно много людей, которые приходят посмотреть. Потому что это красиво, в первую очередь. Ну а азарт спортивный никто никогда не отменял. 95% наездников – слабый пол. Так Катя Рына и Дарья Литвинчук займаются конным спортом уже 5 годов. А подшалось все, выпадково узгадывают сестры. Мы очень долго просили у мамы, чтобы она нас записала в какую-нибудь конную секцию, ну чтобы просто показаться на лошадях. А потом это как-то все затянулось и без лошадей жить не можем. Люди работают с живым организмом. То есть это тандем лошади-человек. И важно найти общий язык с лошадью, чтобы в дальнейшем сопутствовала удача и успех. У центра уваги – представники английской породы шайр. Кони – вагой у 1250 килограммов. Таких экземпляров в Беларуси – одинки. Верховая язда – это не только приемный отпочинок, а и выдатная тренировка о малюсе этого организма. Под час конной прогулки активно працуют дыхательные и сердечно-сосудистые системы. Что сприяет по ляпшению стана здоровья у целым. Анастасия Кудзич, Тегра Накопян, телерадио-компания «Брест».